Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Давайте еще раз прочитаем второе послание Коринфянам. 10.4. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, или говорящее что-то, противоречащее тому знанию, которое дает Бог. Если вы слышите что-либо иное, чем то, что вам уже сказал Бог, Библия говорит вам это не спровергнуть. Избавьтесь от этого. Не принимайте это, не вынашивайте эти мысли, не позволяйте им крутиться в вашей голове. Лежа в кровати, не начинайте думать, а что если? Лежа в кровати, не думайте, а если на следующей неделе это случится, что же я буду делать? Перестаньте играть в эту умственную игру. Дьявол получает доступ через недисциплинированный разум. Нам нужно обновлять свой ум. Это единственный способ преобразить жизнь. Вы понимаете? Рождение свыше переводит нас из царства тьмы в царство Божьего возлюбленного сына, но не оно нас преображает. Наше преображение происходит только через принятие Божьих мыслей и избавление от любой мысли, противоречащей тому, что говорит Бог. Через отказ поступать согласно любой мысли, отличающейся от того, что говорит Бог. Аминь. Это обновление ума. Итак, мы видим, что нам нужно не спровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленять всякое помышление в послушание Христу. Каждую мысль, каждую мысль. Это значит, вы не можете лечь в кровать и дать волю своему уму всего лишь на 20 минут. А 23 часа и 40 минут вы его дисциплинируете. Нет, постоянно, до конца наших дней, мы должны агрессивно обновлять свой ум Словом Божьим. Никто за вас этого не сделает. Вы можете жить с родителями, которые ходят с Богом, но это не значит, что ваш ум обновлен. Вы можете посещать церковь, которая учит и проповедует Слово, но это не значит, что ваш ум обновлен. Обновление ума – это то, что вы делаете дома, что вы применяете на своей работе, что вы допускаете в своей жизни, о чем вы позволяете себе думать. Аминь. Перед тем, как мы пойдем дальше, я бы хотел еще раз прочитать 2 Тимофею 1.7. «Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого разума». Расширенный перевод говорит, что Бог дал нам спокойный, уравновешенный, дисциплинированный, владеющий собой разум. Зачем Он это сделал? В этом наша защита от духа страха. Когда мы дисциплинируем и контролируем свою умственную жизнь, дух страха не может войти. Депрессия, угнетение, панические атаки, тревога – это все происходит из духа страха. Многие пытаются разобраться с дьяволом, а свой ум оставляют необузданным. Они не контролируют свой ум. Вы не можете изгнать дьявола из ума, который недисциплинирован. Все снова вернется. Аминь. Наше лекарство, наша защита – это делать что-то со своим умом. Однажды, много лет назад, Бог побудил меня послужить одному человеку, который был в умственных терзаниях. Мне много раз за годы служения доводилось с таким сталкиваться, но расскажу именно этот случай. Когда я проводила время в молитве с Богом, Он рассказал мне, что дьявол говорил этому человеку. И я знала, что он мучается и терзается, и это ослабляет его разум. И Бог сказал мне послужить этому человеку. И на следующем служении, на котором он присутствовал, я его вызвала, и я не стала говорить Бог, мне сказал вот это о вас или вот это. Я просто сказала, когда дьявол говорит вам вот это, отвечайте ему вот так. Что я сделала? Я сказала ему, как отвечать на мысли, которые его мучили. И когда я это сказала, этот человек ответил, пастор Нэнси, именно это дьявол мне говорил. И я сказала, вот что вам поможет, вот что вас защитит от этого, вот что вам нужно ему ответить. И на том служении присутствовал один служитель, разъездной служитель. И позже, после служения, он мне сказал, разве вы не знаете, что к разуму этого человека прицепился бес? Вам бы следовало его изгнать, вы не помогли этому человеку. Я сказала, да, я знаю, что там был бес. Я помогла не изгнанием беса. Я помогла, дав человеку ответ, чтобы когда бы бес снова не заявился. Проблема была не в том, что там был бес. Проблема была в том, что этот человек не обновлял свой ум и не отвечал этому бесу. В этом вся суть. А тот служитель смотрел на меня так, словно совершенно не понимал, о чем я говорю. Он никогда не слышал об обновлении ума. Слишком часто люди носятся в поисках силы Божьей и служителей, которые бы сделали что-то с их умом. А ведь никто не может сделать с вашим умом то, что можете сделать только вы. Обновить его Словом Божьим. Если вы будете обновлять свой ум Словом Божьим, вам никогда не потребуется чье-то служение в этой сфере. Вы понимаете? Вам никогда не нужно будет, чтобы кто-то послужил вашему уму. Если вы ежедневно будете заниматься процессом обновления своего ума Словом, это значит перенимать Божьи мысли и отвергать любые мысли, которые не от Бога. Аминь. Слава Господу! Проблема была не в бесе. Проблема у этого человека была не в бесе. Проблема была в необновленном уме. Если бы я взяла власть и изгнала беса из его ума, знаете, как только бы он вышел за дверь, бес бы вернулся. И это бы человеку не помогло. Помощь в том, чтобы дать людям ответ. Бывает ли, что Бог побуждает послужить кому-то, кто ментально слаб? Конечно. Но если вы служите кому-то, чей ума слаб, и вы помогаете ему взять власть над бесом, вам все равно нужно сказать ему, как отвечать, когда вас не будет рядом. Иначе это не помощь. Аминь. Молитва и возложение рук на служении никогда не заменят обновление ума. Никогда. Никогда. Аминь. Пасторам нужно учить людей обновлять свой ум. Аминь. Только так у вас будет победа. Только так у вас будет преображенная жизнь. И вы сможете жить в той победе, которую Бог обеспечил. Необновленный ум никогда не сможет взять победу, которую Бог уже дал. Откройте со мной, пожалуйста, Иисуса Навина 1.8. Иисуса Навина 1.8. Задумайтесь, в каком положении находился в тот момент Иисус Навин. Моисей только что умер. Иисус Навин теперь новый лидер. Израильтян. Они пробыли в пустыне 40 лет. Он теперь стал главой, пастором миллионов людей, которые бунтовали против Бога. Не так уж много было заявок на эту пасторскую должность. Они блуждали 40 лет. Они тренировались быть вне воли Божьей 40 лет. Как они вышли из воли Божьей? Божья воля была, чтобы они вышли из Египта и вошли в обетованную землю. Это была воля Божья. Но в том месте, через которое им суждено было лишь пройти, они разбили лагерь. И они остались там на 40 лет вне послушания Богу. Как же так вышло, что они не вошли в землю? Как же они ослушались Бога? Их умы не были обновлены. Как только они услышали о тех, кто населял обетованную землю... Помните, были высланы соглядатые осмотреть ее. И они сказали, в той земле великаны. Хорошо, все услышали известие, что в той земле великаны. Но двое Иисус Навин и Халев сказали, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Обновленный ум услышал то же самое известие, но принял то, что об этом говорил Бог. Необновленный ум слышит то, что говорит дьявол, и этому верит больше, чем Богу, чем тому, что говорит Бог. И из-за того, что у них был необновленный ум, они блуждали 40 лет. У Иисуса Навина и Халева была вера для того, чтобы войти в землю. Но планом Божьим не было, чтобы только два человека вошли, оставив всех остальных. Это не Божий план. И вот, в самом начале служения Иисуса Навина в качестве лидера, ему нужно было добиться, чтобы народ из своего необновленного состояния и непослушания пришел к тому, чтобы верить в то, что сказал Бог. А то, что Бог сказал, записано в Иисуса Навина 1.8. Он сказал Иисусу Навинам, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Это значит, что каждый день именно то, что говорит Бог, должно выходить из ваших уст. Бог не говорит, что каждый раз, когда вы открываете уста, вы должны цитировать Писание. Просто из того, как вы говорите, ясно, что вы принимаете Божьи мысли. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Бог объясняет, что делать, чтобы она не отходила от уст, чтобы она всегда была на устах и никогда не пропадала. Поучайся. Поучайся в ней. Поучайся в ней. Слово «поучайся», которое используется в этом месте, означает говорить самому себе, бормотать, глубоко размышлять. Вы скажете, «Я все равно не понимаю, что подразумевается под словом «поучаться». Если вы когда-то волновались, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Волнение – это размышление о чем-то негативном. И вы знаете, каково это волноваться. Вы лежите ночью и проигрываете в своей голове сценарии, прокручиваете какую-то угрозу, какой-то страх, прокручиваете, что могло бы пойти не так. Это размышление, но о чем-то негативном. Итак, Бог говорит, «Тебе нужно размышлять, Иисус Навин, но именно над Моим Словом, Моим Законом. То, что я говорю, должно прокручиваться и прокручиваться в твоей умственной жизни. Должно крутиться и крутиться в том, что ты говоришь самому себе». Мы постоянно разговариваем сами с собой. Осознаете ли вы это или нет, вы разговариваете с собой постоянно, так? Едете за рулем и разговариваете с собой. «Убирайся с моей полосы, ты чего влез на мою полосу?» Он вас не слышит, но что вы делаете? Вы беседуете, высказываете свое мнение по поводу этой ситуации, так? И Бог говорит, «В ваших устах должно быть Мое Слово». И заметьте, насколько часто, день и ночь, Он понимает, что вы не будете говорить то, что говорит Бог, круглосуточно. Он говорит об образе жизни. «Весь день, всю ночь, Слово должно присутствовать в ваших мыслях». Когда вы едете на работу, вместо того, чтобы думать, «Где же я возьму деньги, чтобы оплатить счета?» Думайте, «Мой Бог сказал, что Он меня обеспечит». «Мой Бог сказал, что Он меня обеспечит». Как насчет того, чтобы поучаться размышлять, акцентируя каждое слово? Например, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». И мы можем брать подряд каждое слово. «Мой Бог». Спасибо Богу, что Он Бог моего пастора, но Он мой Бог. Он мой Бог. Мой Бог. Потом вы переходите к следующему слову и акцентируете его. «Мой Бог». Не моя работа, не мои родители, не мои родственники. «Мой Бог» восполнит. Это значит, я перестану бегать к людям за обеспечением, которое есть только у Бога. Я перестану опираться, полагаться на людей, просто чтобы мне не пришлось использовать свою веру. Видите ли, «Мой Бог» восполнит. Подумайте о следующем слове. «Мой Бог» восполнит. Это утверждение, а не вопрос. Он мой непоколебимый обеспечитель. Мой Бог восполнит, вне всякого сомнения. И когда дьявол говорит, тебе не хватит денег, скажите, ты опоздал. Бог уже сказал мне, что Он меня обеспечит. «Мой Бог» восполнит. Аминь. Не откажет мне, а восполнит. Бог не рассержен на меня. Он не удерживает ничего от меня. «Мой Бог» восполнит. И потом переходите к следующему слову и акцентируйте его. Бог мой восполнит всякую, не частично, не наполовину, не одиннадцать месяцев ипотеки, но все двенадцать. Бог мой восполнит все. И у меня не уйдет все его обеспечение только на ипотеку. Он обеспечит и мою машину, и мою страховку. Он восполнит абсолютно каждый аспект моих нужд. Бог мой восполнит всякую мою нужду. А-а-а. Он любит меня не меньше, чем кого-то другого. Он сделает для меня то же, что для кого-либо другого. Если Он сделает что-то для кого-то другого, Он сделает это и для меня. Бог мой восполнит всякую мою нужду. Аминь. Вот что такое «поучаться». Вы берете Слово и разбираете его в своей умственной жизни, в своей речи, и проповедуете его самим себе, произносите его самим себе, повторяете его в своем разуме, прокручиваете его в своем мышлении и словах. Аминь. Итак, Бог говорит Иисусу Навину, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Что это значит? Он говорит Иисусу Навину, «Тебе нужно завести новую привычку. Тебе необходимо развить духовную привычку, черпать из моего слова и вкладывать его в свои уста постоянно. Говори его себе, зачем? Чтобы оно пропитало твое мышление». Можно я вам скажу, почему они блуждали по пустыне 40 лет? Они мыслили неправильно. И ему нужно добиться, чтобы они правильно думали. Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности что? Исполнять. Аааа, нужно думать не чисто ради того, чтобы думать, нужно думать, чтобы делать. Обновление ума не происходит, пока ваши мысли не превращаются в действия. Вы поучаетесь, чтобы исполнять все, что в ней написано, все, что Бог говорит. И дальше мы читаем о результате, о плоде такого поучения. Тогда, не до, а после поучения, после исполнения слова, тогда ты будешь успешен в путях твоих. В английском ты сделаешь свой путь успешным. Заметьте, он не говорит «я сделаю твой путь успешным». Он говорит «ты сделаешь свой путь успешным». Ваше размышление о слове, ваше исполнение слова делает ваш путь успешным. И будешь поступать благоразумно. Аминь. Итак, этот стих говорит нам, как обрести успех в жизни. Я не знаю, как вы, но с меня хватит неудач. В этом стихе не упомянут Бог. В этом стихе не упомянут дьявол. В этом стихе упоминается только Слово Божье и мы. То есть, наш успех связан с тем, что мы будем делать со Словом. Что мы будем делать со Словом. Это определяет наш успех в жизни. Это определяет, будет ли преображаться наша жизнь. Это определяет, будет ли обновляться наш ум. Это определяет, будем ли мы наслаждаться тем, что нам обеспечил Бог. Дело не в том, что Бог кого-то больше любит, или у кого-то больше помазания, или у кого-то призвание не как у меня. Все определяется тем, что вы делаете со Словом. Что вы делаете со Словом. Обратите внимание, что вы делаете со Словом каждый день. Не время от времени. Потому что Он сказал, поучайся день и ночь. Каждый день. Каждый день. Успешные люди — это люди Слова каждый день. Они не только по воскресеньям являются людьми Слова. Для меня головоломка, как люди могут сидеть на таком служении и говорить «Аминь», а потом выйти в фойе и нести сомнение и неверие. «Я не знаю, где я возьму деньги. Боже мой, как трудно, так тяжело». Что? Что с вами не так? Будьте внимательны. Но люди возвращаются к обыденности и даже не обращают внимания на то, что они думают. Они уже так долго мыслят негативно, что даже не замечают этого. Если вы хотите преуспевать и быть благословенными, вам нужно быть внимательными к тому, о чем вы позволяете себе думать. Что вы повторяете? Потому что мы в церкви не для галочки. Мы здесь для того, чтобы наша жизнь могла преобразиться. Но я не могу ее преобразить. Именно вы ее преображаете, исполняя Слово. Аминь. Итак, единственное, что Бог говорит в этом стихе Иисусу Навину, это то, что ты делаешь со Словом, повлияет не только на тебя. Послушай, это повлияет на всю нацию под твоим руководством. То, что вы делаете со Словом, повлияет не только на вас, но на вашу семью, детей, внуков, на ваш бизнес, на все ваше будущее. Если мы будем пренебрегать Словом, это будет явно в каждом аспекте нашей жизни. Но если мы будем обновлять свой ум, и это будет явно в каждом аспекте нашей жизни. Ну, пастор Нэнси, вы знаете, я просто вспыльчив, вся моя семья такая. Так измените это. Ну, знаете, когда кто-то меня раздражает, я ничего не могу с этим поделать, если это не прекратится. Вам нужно прекратить думать, что ваша проблема в каком-то другом. Обновленный ум берет ответственность за свои поступки и прекращает обвинять других. Вы в себе ничего не измените, если вы будете думать, что виноват кто-то другой. Бог в эти игры не играет. Вы можете заставить других людей думать, что ваша проблема заключается в них, но Бога вы не проведете. Аминь. Давайте перестанем разрешать себе оставаться прежними. Бог говорит нам в этом стихе, как иметь успех. Каждый день вами должно управлять Слово. Каждый день вы должны ставить Слово на главное место в своей умственной жизни. Каждый день вам следует соглашаться с тем, что говорит Бог, и руководствоваться этим, а не тем, что говорят обстоятельства. Ну, пастор Нэнси, давление такое сильное. Да, вы можете его ощущать, но вам не нужно становиться на сторону чувств. Встаньте на сторону Слов, Слов, которые говорит Бог. Когда вы становитесь на сторону того, что говорит Бог, чувства меняются. Итак, этот стих в Иисусе Навина 1.8 говорит нам о том, как быть успешными. Как насчет успеха в исполнении Божьего плана? Мы не сможем исполнять Божий план, пока не будем поучаться в Слове и обновлять свой ум. Как насчет успеха дома, в семье, с детьми? Как насчет успеха в молитвенной жизни? Как насчет успеха в получении, предназначенного нам Богом? Как насчет успеха в бизнесе и финансах? Как насчет успеха в принятии и исцелении? Как насчет успеха в борьбе с противостоянием, испытаниями и скорбями? Аминь. Успех в каждом аспекте жизни связан с тем, как мы поступаем со словом Наша жизнь отображает то, как мы сейчас поступаем со словом Так давайте возьмемся за него всерьез Потому что мы хотим добиться еще большего успеха Итак, Бог говорил Иисусу Навину, что если он собирается вести народ в обетованную землю Ему придется исполнить этот стих Обратите внимание, то, что несет в себе лидер, определит, сможет ли народ войти Почему? Потому что ему нужно принести это мышление людям И Бог объяснил Иисусу Навину, как обновлять ум Размышляй о слове и исполняй его Размышляй и исполняй Каждый день размышляй о слове Если вы проснулись посреди ночи, темнота не значит, что вам можно волноваться Но на улице темно Угу Поэтому он и сказал, поучайся день и ночь При свете и в темноте Когда легко и когда тяжело Когда светло и когда не очень Аминь При подходе к обетованной земле проблема была не в силе Божьей Проблема была в мышлении Не недостаток Божьей силы не дал им войти Их неправильное мышление не дало им войти Бог сказал, мне нужно изменить ваше мышление, иначе вы никогда не войдете Обновлял ли Иисус Навин свое мышление? Несомненно Мы видим это не только в том, что они вошли Давайте посмотрим на некоторые обстоятельства, с которыми ему пришлось разбираться, чтобы они могли войти Вспомним одну битву с врагами Местность израильтянам незнакома А местные жители жили там веками И знают ее досконально Знают потаенные места Знают низиные высоты Знают, как получить преимущество в битве Потому что знают этот рельеф Они выросли на этой земле А Божий народ видит ее впервые Они не знают обстановки И вот Начинает темнеть Божий народ побеждает Но скоро Наступит темнота И Иисус Навин понимает В темноте преимущество будет не на нашей стороне Потому что они знают местность лучше, чем мы Обычно тогда приостанавливали сражение до следующего дня Но он говорит, у нас преимущество Нам нельзя его упустить Темнота не должна наступить И он останавливается И перед всем Израилем говорит Солнце, остановись! И луна не с места Необновленный ум на такое не способен Ум, который не поучался Не отважится указывать солнцу и луне, где им быть Он сказал Солнце и луна, остановитесь О Венере что делать? О Сатурну? Все Вся солнечная система Вынуждена была подождать Он знал только о солнце и луне А Бог знал обо всех остальных планетах От вас Бог ожидает только, чтобы вы говорили о том, что вам известно А Он разберется с тем, о чем вы не знаете Но если вы не будете повелевать тому, о чем вы знаете Он не сможет вам помочь и с тем, о чем вы не знаете Это был обновленный ум Аминь Который осмелился повелевать таким великим вещам Почему? Потому что обновленный ум знает Нет ничего трудного для Бога Обновленный ум знает Нет ничего трудного для Бога Необновленный ум говорит Это невозможно Ваш ум не обновлен. Проблема не в Божьей силе, а в человеческом мышлении. Аминь. Ну, слава Господу. При Моисее, так как люди мыслили неправильно, они блуждали 40 лет, и это поколение так и не вошло в обетованную землю. Сколько христиан так и не входит в то, что Бог для них обеспечил. Они ни разу не испытали всего, что есть у Бога. Но единственный способ войти и наслаждаться всем этим – это обновленный ум. Не Божья сила позволяет вам войти, но обновленный ум, который сдается Божьей силе. Ну, слава Господу. Я сказала «слава Господу». И опять-таки, что нам нужно? Знать, что Слово Божье говорит о каждой ситуации. Откройте со мной, пожалуйста, Исаии 26, 3. Мы начали с того, что Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам дух силы и любви и здравого, спокойного, уравновешенного, дисциплинированного, владеющего собой разума. Исаии 26, 3. Здесь сказано «Ты хранишь в совершенном мире того, чей ум остается в тебе, ибо на тебя уповает Он». Обратите внимание, здесь сказано, что Бог сохранит в совершенном мире того, чей ум остается в Боге. «Потому что человек, ум которого остается в Боге, уповает на Бога». Заметьте, какова роль Бога. «Божья часть хранить нас в совершенном мире». Здесь сказано, что Бог хранит его в совершенном мире. «Божья часть хранить нас в совершенном мире». Когда Он может сохранить нас в совершенном мире? Когда мы выполняем свою часть, какова наша часть? Позаботиться о том, чтобы наш ум оставался в Нем. Как удержать свой ум в Боге? Бог и Его Слово одно. Нам нужно удержать свой ум в Слове, в Слове. Когда обстоятельства пытаются сказать нам что-то другое, мы отвечаем «нет, я в Слове». Если мы выполним свою часть, Бог свою часть уже выполнил, предоставив нам Слово, которое сохранит нас в мире. Аминь. У меня две собаки, и они получают вкусняшки утром и вечером. И вот они прибегают и выстраиваются, чтобы получить вкусняшки, но они не получают вкусняшки, пока не сядут и не останутся на месте. Они забегают в комнату и вертятся, и носятся кругами. Нет, вы не получите вкусняшки, пока вы не останетесь на месте. Вы должны сесть и ждать. И если сидит только одна, а-а, обе должны сидеть. Так что если одна носится, и другая не может получить свои вкусняшки, Одно из них – сложно оставаться на месте. И это задерживает для них получение вкусняшек. Если вашему уму сложно оставаться в слове, вам будет трудно получить свои вкусняшки. Чтобы Бог хранил вас в совершенном мире, вам нужно учиться оставаться в слове, когда что-то пытается сдвинуть вас с места. Вам нужно тренироваться не отвлекаться на обстоятельства, потому что у того, чей ум остается в Боге, будет совершенный мир. То есть у вас будет непрерывный мир. Вы не будете терзаться и мучиться несколько дней, а потом недолго находиться в мире. Как жить в мире? Обновлять свой ум словом Божьим и не сходить со слова. Аллилуйя! 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 Кто из вас понимает, что не Бог решает, будет ли у нас мир, а то, что мы делаем со словом? Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова